Музыка Продукция пользуется спросом Мы не успевали нарабатывать И сейчас все она остановила фабрику Остановили они эти самые Там был ткацкий станок Сломали станок Ключи выбер И поставил свое тесану Все, мужчинам нашим не зайти Не сломайте станок И может и не отремонтируют Да все уже на грани тесану Вот она в начале производства Вообще, это как Это можно механическую закрыть А кто от этого дал ей И вот если в каких-то складах У нас что-то остается Это с советских времен Африка закупала для своих нужд И там остались нитки Там остался КМЦ Там остался кальцинированный отсодок А они все Они все хотят на халяву взять Понимаете, пусть сами заработают И действительно Это самое Или купят что-нибудь Деньги, что мы будем зарендовать Каждый месяц по сто семь тысяч По двести По двести Ну как в месяц Они хотя бы что-то Какой-то капитальный ремонт делали Хоть крышу там У нас здания как игрушечки стояли Все здания были как игрушечки Не один раз он поднимал вопрос Чтобы покрыть вот эти вот здания Все Внутри у нас было плиточкой отделано Все А сейчас во что превратили И сейчас теперь обвиняют Вот увидели Федор Леонидович У нас эти самые Отняли склады вначале Предписания Отняли вначале склады Рабочим нам негде работать Работать есть чем Складировать ни сырье Ни продукцию готов Нам негде Все Мы остались Остановились без работы Потому что Работать вот так Вот как это сама Потом значит Привезли сырье Вот может вы видели Тут стояли фуры Это сырье привезли Можно было разгружаться Вот они здесь у нас полчаса постояли Ну и что люди решили Что мы отсюда что-то вывозим Ну Потом мы запустили их на территорию И вот Мальчишки мои выгружали Понимаете Мы сырье закупаем Вот сейчас на зиму Чтобы работать зиму и весну Сырье оно по морю Идет только летом Осенью к нам сюда приходят Какая проблема вообще возникла То есть у вас остановилось производство Почему Ну так потому что складировать некуда Складировать некуда все Куда продукт Но какие претензии к вам К вашему производству А мы не знаем какие Что не тот склад Когда был Это был включен договор И там Они допустили ошибку Они допустили ошибку Они допустили ошибку Каком-то здании И неправильно поставили букву Вот этот склад готовой продукции Они неправильно поставили букву У нас в договоре Правильно стоит буква А у них получился Склад девятый Которого вообще нет нигде Вот за этим зданием Там есть такая площадь небольшая И вот этот девятый склад должен стоять вот там Но его нет Его нету Хотя мы за него Они нам счет выставляли Деньги мы перечисляли За этот склад Который нету Они нам выставляли счет А мы платим Вот за склад готовой продукции Участливая техническая служба Которая неправильно Передела кадастровые планы По их вине У нас все еще и пошло Это как будто склад готовой продукции Под этой буквы Под этим литером И они говорят Вы не платите за нее Вы освобождаете А то что мы платили за другой Я не знаю за какой Который воздух был Хотя вот она работала Она работала уже 50 лет этим кладовщиком И все у нас Восьмой-восьмой склад Восьмой-восьмой склад Но сделали когда кадастровую съемку переделали Пришел на новый директор И у них он оказался Там подставили Восемь литер Или чего-то Знаете Было комитет имущества А потом Комитет имущества Да убери ты господи Передали им Этому Упику И вот Когда они передавали Там свои документы Они перепутали На одном Здании литер Вот Они Никак не доказали То есть И сейчас На этом основании Что было допущено В документе ошибки Какими-то Ими же были допущены Ими же Ими же допущены И мы даже ни один суд Не смогли выиграть То ли у них уже и суды Закуплены были Даже мы понять не можем Что почему даже в суде То не могут разобраться Хотя видно Вот тебе по документам Первоначальный документ Вот он склад восемь Он у нас и отмеченный восемь Откуда он появился Потом девятый Который вот должен быть За тем складом Там пустое место В чем проблема С тиглицами С тиглицами Вы знаете Они везде пользуются Они самозванцы В чем проблема Она везде Всю вот эту муть Заводит Она подняла эту воду Если до этого Были эти самые Руководители АУПИК Были Они ее Золотарев Вот очень Они понимали Они да Которые понимали Которые да Вот мы сидели Буквально Где будем Как будем музеи строить Я собирала Вот эти Все эти самые И ветераны Все собрано Наши Все технологические Станки Все я могу вам показать Все Это станки Конкретно ваши Ваши фирмы Станки Конкретно наши Вот она регистрация Когда были приобретены Станки Золотарем это Но почему-то Я не знаю Кому там И он этих Штиглица Он их это Так они вот Сейчас даже Посмотрите Они лед Ростом Такое грязное Это я не знаю Как можно Вот таким людям Вообще на земле жить Как можно С такой грязью Она привезла Тут двух лошадей Это Директор Директор разрешил Были заключены У них договор Там или письменный Разрешен на месяц И пустил их сюда Да какое-то самое Никакого Никакого договора не было Они письмо написали Они же не платили Ни за аренду Ни за что Они освободили И так Потом стали Жаловаться Жаловаться Потом стали Грязь лить Лить и лить Хотя вон они Письма их не лежат Что с просьбой На два месяца Я даже не знаю Чего они так Ухватились Даже вот непонятно За что они Ухватились Если бы у них Если бы у них хотя бы Арендатор Новый появился На наши склады Да Как я понимаю У вас все было в порядке Вы жили Выживали Производство было А сколько кстати Рабочих Рабочих Где-то около 50 человек 50 человек Все ивангородцы Все ивангородцы Все ивангородцы Все ивангородцы Да Воды стали Ложить Навоз Ну куда же это годится Мы же этой водой пользуемся У нас все время Отец Александр Они приезжают Для церкви И много людей Из города приезжают Да И тогда И тогда она Решила эти скандалы Попросила на два месяца Потом стали Вот тут Все эти самые Потом стало Когда ей сказали Уже весна Да Стала она Почему-то она ездила Все вот даже есть Объяснительно Она все возила Этот корма Все возила Два часа ночи Когда Тут постоянно Сохранные Скандалы были Два часа ночи Выходные Ну почему она это возила Я понял И после того Когда попросили Ее руководство Вашего производства Попросила Убрать лошадей Освободить После этого У вас начались проблемы Знаете чего Вот она Вообще до такой степени Была Боржевчу Приезжает однажды Федор Леонидович Они вот мешки с кормами Я не знаю Кормы А может там и взрючатка была Мы же не знаем Мы не проверяли Вот она здесь вот выложила Ему не проехать Да Не проехать ни машины Она переградила Все эти самые Пожарные Это вообще нарушение Пожарные Это самое Утром пришла машина Грузиться Нам тоже было не проехать И Федор Леонидович Тягал эти Хотя у него инфаркт Сердце Он таскал вот эти вот После того как Животных убрали Она Не разрешили Она заново Заживалась Вот тут только Центральную контору Вот тут УПИК А те Видимо Ее поддержали Вот и пошло И после этого Уже приехали С УПИКа Да Мы уже стали приезжать Одни Другие Третьи Проверки Платим Мы не платим Видно Что это Застели Заждание Платили Когда стали смотреть Шесть лет мы платим Деньги И на основании Что неправильный Кадастровый план Вам запретили Продолжать работу То есть Приостановили работу Не запретили Но у нас Работа почти стоит Потому что Некуда складывать Готовую продукцию И некуда Сырье складывать Наш администра Соснин Администрация Вся эта администрация Там вот было И те самые Спасибо И сегодня Михалыч был И Соснин Здесь было И те самые И я даже Это самое По-моему В общем Все поддерживают нас Наши вот это Из Кингисеппа Поддерживают А для чего Они хотят Рабочие места Сохранить Да конечно А куда Сейчас деть Куда деть Они переживают Михалыч Особенно Он очень переживает Он я не знаю Бьется Просто каждый раз Приезжает Вот эти вот Забастовки устраивает Видите какой Они толпой приезжают Он всегда здесь с нами Дай бог ему здоровья Мы только Ему здоровья желаем Ну сегодня Вот из Соснин Пришел Все 50 лет Вот мы здесь Собирались И девчонки Все по 50 лет Мы в этом году Хотели в ресторан Отметить по 50 лет Выбирали платье Ну вот видите Получилось так Что вот это вот Все испортили Все испортили Мы бы и отметили У себя здесь Лечено Вот такое настроение Это вообще Что бы вы хотели Чтобы мы хотели Чтобы нам вернули Наши цеха Которые мы хотя бы арендуем И за аренду Вы оплачиваете Мы платим Мы в год Чтобы нам склады вернули В первую очередь Самое главное склады Будут склады Будет продукция Будут деньги Сейчас вас лишили Сырье закуплено Сейчас если будем Готовы продукцию Нам ложить некуда Некуда ложить Мы потеряем Сейчас всех своих потребителей За аренду деньги Которые вы говорите 200 тысяч Вы оплачиваете Да больше Они куда идут вообще А мы знаем что ли Нет Оплачиваете вы В государственную Фонду В государство Ну а за это время Вообще Какие-то мероприятия Вообще Никто Гвоздя даже не был Нам даже сказали Вот мы хотели Деревья спилить Нам сказали Вы не имеете права Здесь ничего делать Натуральный это самое Утеплитель Вежвинцовый Все люди прекрасно знают Мы старались Вот они поможут Все России Едут страны К Петровичу Да Все России приезжают Кому это надо И теперь про Штилис Вот я хочу Знаете Девочки Дайте извините Пожалуйста Я Штилис Познакомился Семь лет тому назад Семь лет тому назад А к нам пришла На фабрику Я тогда намного моложе Была Она мне заявила Я говорю Ухто Я наследник Штилицы Мы смотрим Какой наследник Штилицы Если в Штилице Никаких нету наследников У нее и детей-то не было Ну да Она потом А мы хотим Вот наследниками И будем здесь Усадьбу для внучки делать У моей внучки Умерла мать Я не знаю Вы будете снимать Потом я здесь Как мне сын сказал Тебе на Улька-синий Побесить Умерла мать И я хочу Нет мы с Штилицей Потом ладно От нас отстали Пошли атаковать церковь Три года Они атаковали церковь Они нашего батюшку Отца Александра Дай бог здоров Он очень подорвал здоровье Ему только помогли в Москве Он сказал Только Москва мне помогла Все Она везде Я представляла Штиглицем Везде Как это Все Там вроде бы успокоились Теперь она в нас Открыла фонд Штиглица Все И пошли на нас атаковать Но они на самом деле Никакие Штиглицы А сколько на Леонидовичу нервы вытрепало Хочем и детям Которые болеют Помогало государство А не этим Куда теперь это Куда девать Вот эта история наша Почему наша история Никто не интересуется Почему Штиглица Которые рабочие Оставили Какая у них памяти У меня было много Вот всяких таких Дореволюционных Все Я могу вам показать Я говорю Все наши оборудования Все мы Вот они эти самые Ну это вот Наши Это маленькие-маленькие А там у меня целый шкаф И всяких материалов Газеты там Все большие Куда теперь Мы хотели Да Золотарева Мы сидели Обсуждали Что мы оставим Какую-то теглоиджескую Там ткацкий станок Прядельная машина Все Вот эти все сделаем Действительно Сделаем музей Нашего времени Фотографии много Всех субботников А Штиглица тут Только одни стены Тут ничего нет За мою бытность Что я здесь работаю Полвека Я отработала здесь Здесь Дважды или трижды Мы меняли вот эти Станки И прядельные машины Все Да в 80-м году Я видел 79-80-е годы 80-е годы Меняли на наши Мы не доедали Нам только Главное были Они стены Они вот появились 7 лет тому назад Появились Когда нужно было Отнять церковь Вот они тогда появились Начали Отца Александра 3 или 4 года Я даже сегодня Говорила Вот с ним И он только в Москву Ездил Только в Москве Его там Якунин Или что-то Он сказал Там мне только помогли Все Было бы хотя бы Что вот люди Если она что-то пообещала Парк восстановить Что же она не восстанавливает Уже столько лет Три дубка посадила И все И на этом закончилось Навезла всякое Непонятно что И все Ну что это А лошадей на три недели Вывозила грязи Соби за себя Где эти лошади У кого она была Тут вообще Тоже не могут Это я не думаю Что они такие Брязные люди Вот они Пускай свидетели Они стояли днями И ночами Там даже жалко Под слякотью Под дождем Да Они ее привяжут И они стоят Бедненькие Голодные Лошади Эти самые Были худющие Как это самое Все Да От души Как бы Человека Раз пустили Так от души А она Сделала Непонятно как Как она его Всякими словами И все Какая грязь Я не знаю Как у нас В городе Вот эту Можно грязь Пустить Да Он пускай Хоть кто-то Скажет о нем Плохое слово Это рабочие Все Всю жизнь Проживал с нами Всю жизнь Мы за него Горой В пятницу Пришел Этот представитель Упика Там была Значит Дверь закрытая Ну да Там у нас Стоял Как бы Не арендовали Этот кусочек Но это не их Это государственное Это было Мы 50 лет Работали на этих Станачках Там токарный Стоял Все Не открыли Он взял Дверь Повыбил Эту ручку Срезал Все Окно вообще Вот как Это кто Вот это их Не представитель Я не знаю Его как зовут А они сейчас Здесь есть На территории Он есть Добрый день Журналистка Да Документы Да конечно Право на съемку Согласование съемки На территории Вот хочу Вникнуть в ситуацию И понять Что Что здесь Вообще происходит Потому что Ну услышал Недовольство Людей Недовольство Кого? Ну вот Увидел Что женщины Недовольны тем Что какой-то тут Чуть ли не Рейдерский захват Государственными органами Некие люди То есть люди Здесь работали Работали Долгое время И вот Кто-то Люди пенсионеры Вы имеете в виду Работали Ну не могу сказать Не разбирался Пока Разберитесь сначала Кто Задает вопросы Ага Вы можете совершенно Официально Дать запрос На Собственника Распорядителя Данного имущества Просто мне в общем Понять ситуацию Я не полномочен Давать интервью Пожалуйста Давайте В рамках официального Просто самому Понять Я не буду давать Комментарий вам Ну смотрите Получается такая ситуация С той стороны Все говорят А с этой стороны Никто ничего Вообще не говорит Но это Я не буду давать Вам комментарий Официальный запрос Официальный ответ Чтобы У нас Не получилось Ну мы же понимаем Как это делается Официально Это Годами приходят Эти ответы Конечно мы можем Что-то неофициальное Да Нет Не то что Просто в общем Ну а Старшие Здесь вы Да Ну как бы Ну из тех людей Которые Как я понял В каком Простите плане Старшие Ну вот сейчас На данный момент Вот вы закрываете Или делаете Я смотрю Что ставятся Эти Ну пломбируются Двери Ну то есть Сохранности Объекта Проводится Работа Под Сохранение Ну на самом деле Хочу просто понять То есть сейчас Государственные органы Кому это принадлежит Они сейчас Здесь хотят Навести порядок Правильно Ну так Сделайте официальный запрос Получите официальный ответ Вот я и хочу разобраться Что здесь вообще происходит Нейтрально Спасибо Мне пока достаточно Для Моё мнение Это опять же Моё мнение Это не факт Что так и происходит Моё мнение Что сейчас хотят Вот эту вот площадку Нарскую нажатую фабрику Отобрать у арендатора На реставрацию Получить денег Ну немалых Понятно Чтобы такую площадку Отреставрировать Тут надо не один лярд Вот Соответственно Потом Благополучно Исчезнуть с этими деньгами Почему они сейчас Пытаются разорвать договор Аренда Который заключён На 49 лет Потому что Мы им здесь мешаем Вот если здесь Они не хотят нам отвечать На вопрос Например Куда они потратили Уже более 80 миллионов Полученных средств От Арендатора За весь период Здесь АУПИК Гвоздя не вбил Хотя за всё время Вот уже такая сумма Примерно была выплачена И когда падали крыши Там где текло Нагло Рабочим То ремонтировал Это всё не АУПИК Ремонтировал Фёдор Леонидович Дополнительно За свои деньги Поэтому они сейчас Пытаются закрыть Производство Любыми Методами В основном Неправомерными Выгнать людей На улицу Оставив их Без работы Чтобы потом Просто Взять И распилить Бюджетные деньги Дополнительно Здесь собирались люди Штиглицы Каким образом Они здесь И Их кто-то обвиняет И вот какая-то Ситуация такая Ну как Это же Фабрика Которую построил В своё время Барон Штиглиц Они объявили себя Его родственниками Никто естественно Их на родство Не проверял То есть возможно Они такие же Штиглицы Как там Яневский Например Неизвестно Но у них создан фонд Через который Они опять же Получают деньги Налогоплательщиков Много они здесь Уже бегали Они пытались Парк восстановить Не знаю Каких денег На восстановление Парка выделено Я знаю Что здесь было Три Человека Которые побегали С тяпками Потом скушали По бутерброду На этом всё Но были сделаны Фотографии Был послан Отсчёт Что мы Благоустроили парк Конные истории Создать Напросились На постой Со своими лошадьми К Фёру Леонидовичу Сюда Там есть Старые конюшни С лозунгом Что вот Мы сейчас построим Новую конюшню И отсюда съедем Нам надо Буквально Там Пару недель Месяц А конюшня Находится Рядом со скважиной Откуда идёт Питьевая вода Которая Ну тут своя скважина Вода идёт И по фабрике Она настолько чистая Что даже полгорода Сюда ходит с канистрами Набрать эту воду Вот Они всю эту территорию Загадили навозом С одной лошадки Началось Потом козы Куры И всё такое И не выгнать И сплошные ожидания Что это Обещание вернее Что да 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 Мы скоро съедем А горы навоза Росли К скважине Не подойти В конце концов С очередным скандалом Когда он Уже перестал Через ворота Пускать сюда Корм Для животных Они съехали Ну в своё время Они же церковь Также пытались Отжать Усыпальница Барона Это типа Усыпальница Нашего Сходите в церковь Поговорите С отцом Александром Он вам расскажет Или три Или пять лет Он с ними бился Доказывая Что вы Не являетесь Наследниками Этой церкви Что это Собственность РПЦ Только через Москву Кое-как ему удалось И вот Сейчас мы видим Что Пломбируются Закрываются Двери Окна Вот эти люди Это кто такие Это люди Из АУПИКа Это компания Которая управляет Памятниками Федерального значения С какой-то стороны Они в сговоре с ней То есть Дальше я не буду развивать Потому что Я могу слишком далеко Зайти в своих суждениях Следствие разберется Как говорят Хотел услышать Ваше мнение Как местного жителя А где они раньше были Штиклицы эти Если они считают Это их Собственность Они обещали парк В порядок привезти Пусть начнут с этого Там видно будет Откуда они появились Сколько лет А их не было И здесь На тебе Это Россия А не Европа Не получится Я думаю Такого у них Это бесполезно Деньги Чтобы им Куда-то Я Наверняка У них нету Если Очень тяжело И найти Спонсоров Чтобы Даже восстановить Парки А хотят Фабрику отжать Чтобы потом Продать кому-то И чего Зачем Я вот это Не могу понять Люди Собрались Которые Как я понял Отстаивают Работу Предприятия Которые На фабрике Да И Как я понял Они говорили Вообще И о вас И Ну Типа там Такие слова Недовольства И Всякие Такие вещи Которые Ну я Не совсем Понял В чем суть И В чем проблема И вот Что происходит На фабрике Как бы В вашу сторону Есть какие-то Ну что Вы в этом участвуете И что-то происходит Такое Вот можете Как-то Рассказать Конечно Конечно Да Ну Ситуация На самом деле Вы там записывать будете Наверное Да Или как-то Записывать Да Значит Смотрите Ситуация На фабрике Не сегодня Возникла Естественно Она возникла Достаточно Давно И Суть В чем На территории Памятника Это памятник Культурного Наследия Да Вот фабрика Ворона Штиглиса Построенная им На собственные деньги Прославилась Очень Ну то есть В свое время Заменинейший И крупнейший Промышленный Комплекс Вот Естественно В советское время Фабрика Банкротилась Ну как Вот Многие Промышленные Предприятия Встала По сути Производство Встала И На этом Ее Можно сказать Жизнь Декратилась Потому что Никто Абсолютно С тех пор Не Ну скажем Пытался Каким-то Образом Ее Оживить Восстановить Или там Преобразовать Вот И Наш фонд Наследие Обороны Штиглиса Когда мы Пришли в Ивангород Соответственно С благими Намерениями Восстанавливать Наследие Обороны Штиглиса То мы Естественно Обратили Внимание И на Фабричные Вот эти Корпуса И На всю Парусинку На парк На усадьбу То есть Вот Весь этот Большой Ваш Великолепный Комплекс Конечно же Фабрика Может Стать Для Ивангорода Совершенно Невероятным Объектом В перспективе Если Ее Преобразовать И Приспособить Под современные Интересные Функции То есть Масса Масса Примеров И аналогов В Европе Зарубежных Где Вот такие Промышленные Предприятия Естественно Они уже Не реанимируются Как промышленные Предприятия Это уже Везде Опыт Такой То есть Этого Уже Не вернуть А Соответственно Его Приспособление Этого Объекта Для Уже Современных Нуж Сплошь И рядом Происходит И очень Успешно И мы Конечно С такой же целью Стали Заниматься Этим Объектом В данном Случае На тот Момент Когда мы Вообще Появились Здесь Фабрика Ну практически Была Бесходным 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 Предприятием То есть Это была Госсобственность Ну понятно Что это Государственная Была Система И Ее Принадлежность Была Государственная Вот Но Нужно Было Как-то Легализовать Дальнейшее Вот Ее Существование Соответственно Росимущество Которое Являлось Ну как Сказать Пользователем Ну и Владельцем Или там Можно сказать Распорядителем Да Этой Территории Вот Они Провели Торги Для Значит Установления Вот Аренды Значит В данном Случа Производства Которое Существовало На фабрике Федор Леонидович Назбрий Вот То есть Чтобы было Все Четко И понятно Что он Занимает Какую площадь Чем он Занимается Да Вот Что происходит На фабрике То есть Приводили Начали Приводить документы В порядок После этого Появилась Структура Которая Которая Была Создана В Примен Культе Это Агентство По охране И управлению Памятниками Это АУПИК Да Тоже Такое Название АУИПИК Там Расшифровывается Посмотрите Подробнее И Значит Вот Именно Северо-западному Филиалу Была Делегирована Делегированы Были Полномочия Управления Этим Этим Объектом Этим Государственным Объектом Для дальнейшего Восстановления Вот Как Ну Любые задачи Минкульта Да Они стоят На На страже Памятников Прежде всего Вот И вот Это Агентство Естественно Стало Проводить Некие Мероприятия По Дальнейшему Вообще Скажем так Существованию Ну вернее Дальнейшему Приспособлению Или Какому-либо Оживлению Этого Территория Потому что На сегодняшний день На тот момент Все было Может быть Не так плохо Как сегодня В плане Аварийности Но тоже было Достаточно В аварийном Состоянии Все Вот Территория была Очень в плохом Состоянии И Все нужно было Срочно Приводить в порядок И был разработан Такой Стратегический План То есть Это вот АОПИТ Совместно С нашим Фондом По Приведению Этой фабрики В нормальное Состояние Будем так Говорить Что туда Входило Прежде всего Это Консервация Памятника И Противоаварийные Мероприятия То есть Это такая Абсолютно Известная Мера На всех Объектах Которые Долго Не использовались Разрушались То есть Это Сохранение Некие Мероприятия Для сохранения Объекта Чтобы Дальше Он просто Не разрушался Временный Временный Вот И Когда Мы стали Скажем так Готовиться К этим Мероприятиям Встретили Совершенно Категоричное Противодействие Вот Орендатора В виде Вот Фирмы Которая Возглавляет Сёдор Леонидович То есть Всё Что С толпиком Не Согласовалось И не Намечалось К действию Было Встречалось Закрытым Воротами Вот Ну Многие Местные Жители Которые Были в курсе Которые Тоже Привлекали Как волонтеров На разные События Вот Никого Он не пускал Соответственно Начали Разбираться Почему Как Что В чём Дело Вот Выяснилось Что Это уже Аупик Занимался Когда Производил Инвентаризацию Своих Помещений Что Фёдор Леонидович Занимает Достаточно Большое Количество Корпусов Вместо Того Чтобы Сконцентрировать Своё Производство В тех Площадях Которые Были Официально Ему Переданы По договору Орес То есть Если Говорить О том Что Сейчас По договору Занимает Четыре Корпуса Ну И небольшие Площади В разных Корпусах То Тогда Он Занимал Почти Все Корпуса Ну Восемь Корпусов Точно Из Десяти Вот Это Конечно Навело На Некие Недоумения Агентства Потому Что Они Как Пользователи Возмутились Подали Суд Потому Что По-хорошему Им Договориться Не удалось Чтобы Он Освободил Помещение Для Дальнейшей Работы По Их Приспособлению Реставрации Реконструкции И так Дальше Это Первый Конфликт Который Случился Еще Достаточно Давно Судебные Органы Конечно В пользу Агентства Установили Факт Нарушения И понятно Что Он Действительно Занимал Эти Площади И Естественно На сегодняшний день Он обязан Эти площади Освободить Срок Уже Давно Недавно Прошел Он Не собирался Это Все Делать И АУПИК Уже Принял Следую Меры Потому Что Ну Если Арендатор Не подчиняется Выполнению Судебного Решения То Сами Понимаете По мирному Тут уже Вряд ли Можно Как-то Договориться Дальше Следующие Были Проведены Переговоры О взаимодействии Каких-то Совместных Решениях Проектах И так Далее Потому Что Наша Концепция Уже Была Готова К того Времени По Восстановлению Фабрики Это От фонда Она была Представлена В АУПИК Представлена В разные Другие Инстанции Где Затрагивались Реконструкции Приспособления Всех Корпусов То есть Фабрика Как комплекс Уже Представлялась Совершенно По-другому В перспективе Вот Ну И в данном Случае Возможность Договориться С использованием Этого Производства Внутри Концепции Тоже Потерпел Фиас То есть Никаких Возможных Сотрудничеств С учетом Сохранения Производства Тоже Ну Было Выражено Высказано Отказанно И никаких Компромиссов Найдено Не было И все это Именно Со стороны Федора Леонидовича У него Категоричества Нет На все На все Абсолютно И Конечно Это Ну Вызывает Ну На первый На первый Вгляд Недоумение Но Дальше Ситуация Еще хуже Разворачивалась Когда АУПИК Уже Предпринял Попытку Значит Вот опять же Воздействие На выселение Его С Несанкционированно Занятых Помещений Ну То есть Требовал Освободить На это Федор Леонидович Просто совершенно Незаконным образом Начал Вывозить И распиливать Станки Сказки Станки Сохранившиеся В двух корпусах Значит В предельном И в сказком Корпусе Причем В предельном Корпусе Похоже Он уже Вывез Частично К тому времени А начал Заниматься Ткацким Корпусом Значит Этот корпус По аренде Ему вообще Никаким образом Не принадлежит Это корпус Алпик Он не имеет Там никаких Площадей В аренде И никак Туда попадать Не имеет права При этом Он совершенно Беспредел Такой На мой взгляд Туда проник Туда загнал Людей И вот Распиливал Эти станки Выбрасывая их В окна Повреждая стены Ну как нам Донесли Что чуть ли не Проемы Выламывались То есть Это вообще Ну можно сказать Вандализм Если так говорить Значит Если речь идет О его станках И каким-то образом Они оформлены На него Ну давайте договоримся Что Значит Официально Допустим Его туда Он эти станки Вывезет Но так же Тоже нельзя поступать Соответственно Когда вот это Произошло Значит Ну а у ПИК Естественно Приехал По экстренному вызову Представители его Зафиксировали Действительно Вот эти нарушения Которые он Производил Вот И уже здесь Вывоз станков Конкретно Да-да-да-да Да-да-да То есть Это конкретно Проводилось Вот на глазах Можно сказать Вот У того же Агентства И Это естественно Вызвало Ну Дополнительные Отрицательные Различные Прецеденты То есть Вызывала Полиция Было Обращение В прокуратуру Вот И так далее И так далее То есть Конфликт Естественно Назревал И на сегодняшний день Уже После того Что он Вот так Поступал Уже Речи о его Нахождении На территории Ну просто Быть уже Не могло То есть Это уже Нарушение Всех Договорных Отношений И ИАУПИК Подал На расторжение Договора Значит С арендатором Значит И соответственно Полностью Чтобы он Покинул Эту Эту Фабрику Вот Причем Насколько я Поняла На его Производстве Это уже Тоже Соответственно Было Проведено Такое Вот Ну Осмотр Я не знаю Как Производство Совершенно Жутких Условиях Происходит Нарушение Всякой Техники Безопасности Пожарной Безопасности И так далее И так далее То есть Столкнулись С тем Что Вот это Производство Оно Ну Можно сказать Ну Противозаконно Будем так По разным По разным Параметрам На территории Объекта Культуры Наследия Вот А АУПИК Как Опять же Организация Которая Занимается Сохранением Объектов И их Соответственно Восстановлением В дальнейшем И возвращением К жизни Ну и Соответственно Дальше В эксплуатации То есть У них Другая задача Несколько Стоит Нежели У В данном Случа Арендатора Вот Наверное Вот Кому Сейчас Вот Пришли Что Значит Арендатор Должен покинуть Помещение Которое Он арендует Вот И В данном Случае Вот Я Насколько Понимаю Идет Инвентаризация Всего Имущества АУПИК Сейчас Обследуют Все корпуса То Что Соответственно Там Исчезло Не исчезло То есть Ну проводится Некая Такая Сейчас Операция Вот Чтобы Понять Вообще Какие Там Еще Инциденты Произошли Вот Такой К сожалению Конфликтный Момент Что касается Нашего Участия В этой Сей Ситуации И почему Мы там Так фигурируем Ну Наверное Потому что Мы Честно скажу Тоже Отстаиваем Позицию Сохранения Этого Объекта Но мы Это Естественно Позиционируем Только Как Сохранение Наследия Обороны Штиглеса Величайшего Человека Который Построил Здесь В Увангороде Непосредственно Парусинки Целый Город И Конечно Мы будем Стоять На то Чтобы Были Приведены В порядок Эти корпуса Вот Наша Позиция Наверное Поэтому Такие Отрицательные Значит Мнения В наш Адрес Скажите А какие Планы Вообще Есть Какие-то Планы С вашей Стороны Что Можно Сделать Да Естественно Конечно В первую Очередь Мы Точно Так же Планируем Ну Совместно С Агентством То есть Это Будет На Официальных Юридических Основаниях То есть АУПИ Как Пользователи Мы Как Соответственно Исполнители Можем Участвовать Или Привлекая Инвесторов Можем Тех же Людей Трудоустроить На те Работы Которые Сейчас Будут Проводиться На фабрике А они Будут Буквально Вот С Нового Года Начнутся Ну Очень В таком Быстром Темпе Потому что Крыша Совершенно В жутком Состоянии Все провалилось За последние Годы Стало Ну Действительно Очень Плохое Состояние Всего Памятника И Нужно Срочно Абсолютно Выполнять Работу По Консервации Поэтому Тут Прошу 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 У вас Есть Какие-то Возможности Финансировать Эти работы То есть По Крышам По Реновации Конечно Мы об этом Думаем А как Как без денег У нас Уже Какой-то Определенный Какая-то Компания Есть Стратегия Да Есть Стратегия Которая У нас Проговорена Была Стратегический План Такой Так называемый С агентством В свое время Это Год назад Примерно И Мы по ней Идем Только Вот Единственное Что у нас Вот такое Препятствие Оказалось В видеорендатора Вот К сожалению Договориться С ним Не получилось Хотя мы Предлагали Говорил Кто-то О том Что Вы подали На грант И Будет Какое-то Финансирование Что у вас С чем это связано Ну пока Подали Но этого Пока еще Нету Но Мы надеемся Поэтому Это один из путей Один из путей Мы по разным Просто направлениям Действуем Фонд Фонд Наследие Это некоммерческая Организация И мы Являемся Ну некими посредниками Но заинтересованными Прежде всего Вот В окончательном Результате Да Сохранение Наследия А Каким образом То есть у нас Целезадачи Ну совершенно Направления Разные Вот По воплощению Этих вот Проектов Очень много Примеров Если не секрет Вот сумма Которая Может на гранте Быть Или на грант Вот если вы Выходите Какая может быть Насколько она Оптимальна И Ну что На эту сумму Можно будет Восстановить Может быть Один цех Там Или Какие-то мероприятия Там проводить Или вот Какие Да Совершенно верно На самом деле Это все В ответом доступе И тут Ничего скрывать Это первый этап Который Ну скажем так Одно из направлений Вот Если я вам Говорила про Консервацию И вот такую Сугубо Реставрационную Методику По сохранению Объекта Это один Один вид Работ Значит Наша задача В гранте Мы подали заявку На как раз Комплексный Такой подход То есть Это не только Мероприятие По сохранению Но и Привлечение Публики И значит Внимание К этому объекту Как к историческому Объекту То есть Там несколько У нас направлений По гранту И по стоимости Это Значит Мы запрашиваем 6 миллионов А какие Там Софинансирование Идет Софинансирование 2 миллиона По-моему Чем-то И вот 4 Мы как бы Просим На грант А скажите Вот вы Давно занимаетесь Этим Объектом Никогда Не анализировали Сколько Вообще Нужно Финансов Чтобы Все-таки Восстановить Ну хотя бы Так Как в Эстонии Допустим Та же фабрика У них там Восстановлена Отреставрирована И проводят Какие-то мероприятия Никогда Не оценивали Почему Конечно У нас Весь Асмета У нас Все На полностью На весь На весь Проект Все рассчитано Конечно Мы же этим И занимались Эти годы Дело в том Что в Кренгольме Они молодцы Мы на них смотрим Как например Они Совместили Сейчас И Открытие Территорий Для вот Каких-то мероприятий Там туристов И так далее Но при этом У них еще Не выполнена Реставрационная работа У них только Выполнен Первый этап Консервации Противоаварийные То есть Убраны Все На опасные места Все опасные Участки И покрыты Все крыши Чтобы ничего Не протекало Вот это Минимум Который у них Сделан И они уже Работают Уже Людей Туда Привлекают Привлекают События Вот если вы слышали Действительно Очень Очень интересно Мы идем Точно По такому же Пути То есть Мы сейчас Не говорим О том Что мы Получаем Большие деньги Закрываем Фабрику Начаем Там вообще Стройку Всемирную И Потом Откроем Уникальный Объект Мы идем По пути Абсолютно Поэтапным То есть Мы точно Так же Сначала Мы проводим Противоварийные Мероприятия Минимально Мы приводим В порядок Территорию Корпуса Мы не трогаем Внутри Мы только Делаем Значит Покрытие Крыш Ну Все Все аварийные Ситуации Которые Ликвидируют Да Протечки Какие-то Ответшавшие Конструкции Вот Демонтируются Какие-то Участки Которые Могут Обвалиться И так далее Это все Методика Она Будет Согласована С комитетом По культуре Естественно С охраной Памятников Как всегда Это делается Только после этого Будем приступать К этим работам А параллельно Мы Начнем Программу Которая Даст Возможность Этот объект Дальше Открыть Для посетителей Для туристов Для дальнейших Событий Мероприятий То есть Уже будем Работать По второй части Ну Можно сказать Популяризация Будем так называть Этого объекта Чтобы дальше Привлекать инвестиции Уже на следующей Работы Что касается Общей суммы То конечно Это сотни Сотни миллионов Это огромные деньги Все это понимают И это не может быть Вот так завтра И сразу Хотя у нас есть Решение Как это привлечь У нас есть Четкое Понимание Ну смотрите То есть В любом случае Получается Что недовольство Людей И тех работников Которые там Ну называется Цифра Около 100 человек Которые там Работают Ну где-то В этих пределах Не могу точно Сказать Нет Там Там абсолютно Точно 26 человек Специально Мы запрашивали И это 26 человек Остальные Дело в том Что К огромному Сожалению На территории Фабрики Работало Еще два Предприятия Которые Не Ну не имели Права там Находиться То есть Это Ну некая Субаренда Или как Они там Появились И Вот по Юридическим Ну скажем Арендованным Вот этому Договору Аренды Они там Не могли быть Просто физически Не могли быть Но они Работали И вот Это наверное Сотни Я не знаю Ну откуда там Сотни Вряд ли Но Ну человек Может быть 40 Может быть Реально Они Там Работали Но Претензии Только 26 Людям Которые Есть Официально У Федора Леонидовича Ноздри Вот Речь идет Только О них Остальных Мы Не можем Их Вообще Никаким Образом Учитывать К сожалению Я Упик Не об этом Договорила И Как бы Тут Такой Парадокс Но мы Понимаем Ситуацию Очень Тяжелую Вот В плане Действительно Работы И готовы Поучаствовать В дальнейшем Трудоустройстве Этих Людей Еще один вопрос Когда я общался Там возник вопрос По каким-то Лошадям Что там Какие-то вопросы Но я тоже помню Что-то была Какая-то история По поводу лошадей И вот тоже Какие-то беспорядки Какая-то там Вода И вот Можете как-то Прокомментировать Я просто Не правильно Ну это На самом деле Это Было тоже В рамках Соглашения Саупек Это Развитие Детского Центра В одном Из корпусов И там Затянулось Все С оформлением Документов Поэтому Мы оттуда Съехали И этот вопрос Закрыт На сегодняшний день Но Попытки Организовать Опять же Детский Юнацкий Центр Для Ивангородцев С программой Подробной Там Все у нас Прописано И Социально Подано Было На согласование И в разных Инстанциях Получили мы Эти согласования Вот Но Вот Категорически Несогласие Федора Леонидовича Присутствие Этого центра Вот Вынудило Нас Уйти Оттуда Скажите Еще Такой Вопрос Вот Я Когда Общался И Все Ну Там Фонд Штиглица Что Штиглицем Прикрываются Или еще Что-то Можете Как-то Сказать Вот Вы Конкретно Связаны С фамилией Штиглиц Или Это Совпадение Просто Как Фамилия Что Штиглиц У вас И На самом Деле Потому Что Мне там Сказали Я Даже Не был в курсе Что Ну Конкретно Вы Не Не Относитесь К этой Фамилии Вот Как Вот Что Люди Говорят Насколько Это Правда И Насколько Это Неправда Ну Скажем С первых Уст Будем так Говорить Во-первых Задача Фонда Наследия Обороны Штиглица Не зависит От того Кто Там С какой Фамилией Задача Фонда Наследия Это Сохранение Его Наследия И пусть Там Фонд Будет добиваться Только одного Сохранения Ни в коем случае Не Варварского Уничтожения Или разрушения Вы же понимаете Теперь Что касается Фамилии Значит Наша ветка Мы этим Занимались И Достаточно Серьезно С документами Работали Идет От Боковой Ветки Барона Александра Людвиговича Который Похоронен Церкви Новгородской Значит Поскольку У Самого Александра Людвиговича Детей Не было У него Приемная Дочь Это Тоже Все Знают Поэтому От Дяди Александра Людвиговича Идет Наша Линия И Мы Являемся Боковыми Потомками Потомками Это Не важно Наша Фамилия Идет По Этой Ветке Мы Несколько Не претендуем На Это Наследие Как Кричат Тоже Что Мы Все Скупим Мы Все Заберем Речь Не об этом Абсолютно Речь идет О Содействии Восстановлении И Отдать дань Человеку Который Сокол Сделал Для России И вот так Его забыли И затоптали И сейчас Еще пытаются Уничтожать Унижать Что мы Этого Не допустим Это Невозможно Услышал Скажите Все Таки Получается Что Вы Родственники Ну Дальние Все Равно Есть Родственная Линия Конечно Конечно То есть Вот Смотрите У Александра Людовича Отец Да У него Брат Ну То есть Для него Он дядя Вот По Брату Александра Людовича Идет Наш Род Именно Тоже Штиглицы Получается Конечно Конечно Штиглицы Ну Четыре брата Было Четыре брата С семьей В Германии Они приехали В Россию И вот От одного Из братьев Идет Наша Ветка А Людович Штиглиц Отец Барона Штиглица Он Вот По другой Ветке Будем так Говорить И Никаких Сомнений Тут быть Не может Потому что Мы Все эти Все эти Документы У нас По крайней Мере Достоверная Информация Фотографии И свидетельства Хорошо Елена И еще Вот вопрос Скажите Вот Взвешивая Все Есть ли Какие-то Выходы С тем Чтобы Допустим Вот эти люди Или это Предприятие Ну По вашему мнению Все-таки Осталось И работало И в это время Там Допустим Другие корпуса Начинали как-то Восстанавливаться И решаться Этот вопрос Или же Все-таки Вариантов И как я понимаю У Федора Леонидовича Наждри Нету Абсолютно Есть Значит Рядом Совсем Там 100-200 метров От фабрики Существует Несколько Больших Зданий Не знаю Насколько Вы знаете Парусинку Значит Это Бывшие Склады Ленохранилищ Еще Вот Ну Вот Исторические Корпуса Которые Предлежали Фабрике Шпигельцев Строил В комплексе Фабричном Для Хранили Сельна И На сегодняшний день По нашим Сведениям Это занимает Федор Леонидович Это огромные Площади И Такие же Практически Даже больше Чем Те площади Которые Занимают На фабрике И В принципе Не вижу Никаких Проблем Перенос Этого Производства На те Площади Тем более Если У нас Говорить Об Производстве На фабрике Там нет Ни канализации Ни водопровода Вот А тут Есть все-таки Городские Сети Которые Которые Можно подключиться Гораздо ближе И удобнее Вот Поэтому Ну В том виде В котором Сейчас Производство Оно просто Не может существовать Это точно Абсолютно Вот Если даже Оно будет Ну Как-то Временно закрыто То его Нужно Полностью Реконструировать Будем так говорить Приводить В нормальное Состояние По всем Ну По всему Трудовому законодательству Ну И по всем Параметрам Там Пожароопасности Всего-всего-всего Вот А проще Мне кажется Его просто Перенести Вот Я Это мое личное Видение Значит Разрешение Ситуации Тем более Гру Площади Есть А как у вас Вообще Вы С администрацией Как-то Работаете Не работаете Какая Какая Вообще Ситуация С администрацией С местными Мы Мы В принципе Всегда С администрацией Сотрудничали В плане Согласований Каких-либо Действий Которые Фонд Организовывал На На Палусинке В данном Случае Поэтому Никогда Не было Такого Какого-то Скажем так Противостояния Или мы Всегда Взаимодействовали Единственное Что Когда Речь Заходила О фабрике Почему-то Администрация Сразу Говорила Это не Наше Это не Наше Мы Туда Не Влезаем Там Есть АУПИК Ну Хорошо Мы Дальше Действовали С АУПИК А Сейчас Почему-то Администрация Очень активно Трепенулась И Начала Сюда Обращать Внимание Хотя Все равно Так же Осталась Ситуация Федерального Органа АУПИК Распорядителя Или Пользователя Вот Ну Мы Нормально Я не скажу Что мы В каких-то Там Конфликтных Ситуациях Но Вот На фабрике Это обострилось Так бывает Понятно Хорошо Елена Ну в принципе Я для себя Понял Вопросы Как Есть Спасибо большое За ваши Комментарии По моим вопросам Мы будем Надеяться Что будет Мир И все Будет Правильно Ну да Самое важное Чтобы сохранить Памятник Дело в том Что там Плоть до того Что охрана АУПИК Обнаружены Баллоны С газом И вот Не дай бог Какая-то спичка Какое-то Ну Не точное Движение И просто Фабрика на воздух Влетит Вот Этого допустить Нельзя Тут граница Тут Вообще Ситуация Катастрофическая Может быть Международный Скандал Не знаю что Поэтому Там просто Надо срочно Наводить порядок И правильно Что АУПИК Вот этим Занялся Мы только В этом плане Рады При всем При том Что ситуация С рабочими Конечно Тяжелая Но Фабрика Может погибнуть Видели Что там Вот Приехали Представители Первое Что начали делать Выламывать Дверь Разбивать Окна Чтобы попасть Окна Вы разбили Вы разбили Окна В РМЦ Разбили Вот этими Сложницами Которые Потом Срезали Замки Мы Осуществляли Допуск Своей Территорией Да там у нас Эти замки Висели От вандалов Которыми Оказались Именно вы Я говорю Марья Васильевна Мы двери Вскрывали Допуск А зачем Вы двери Били Зачем Вы двери Взлам Там кстати Абсолютно Свежие следы Взломаны Мы не разрушаем Мы не разрушаем О чем вы говорите Мы допуск Мы хотим выяснить Что там Мы вскрыли Увидели Что там Ваше имущество Ваше имущество Что вы на территории Земельного участка Жгете Свои производственные Отходы На территории Земельного участка У вас там горит Регулярно Ваш лед В смысле У нас горит Регулярно Специально построенные Печки С трубой Вот там У вас в уголочке У меня все Зафиксировано Вот перечень оборудования Которые находятся В этих корпусах С количеством С остаточной стоимостью Все у него На балансе А документы Это есть Каждый станок Имеет Министеризационный номер Нет Это все Я просто Первые попавшие Сейчас папочки О том Что оборудование Которое они сейчас Пытаются закрыть Пломбами По факту Продлежит Федору Леонидовичу Ну Компании По данной папке АИН Потом оно Естественно С АИН Перешло на вопрос А Ифтекс Получил их Путем Приватизации Да А Ифтекс Уже все Нету Ликвидирован Ну так Да Открытие Акционерное общество Было Тоже бы там Более Деньги Нет Соглашение На приобретение Обыкновенных Акций По закрытой подписке Акционерное общество Ифтекс Там Такой-то Такой-то В лице Ген-директора Ифтекс Ноздря Федора Леонидовича Ну, покупает у Сотрудников. Ну, здесь Естественно, каждая акция, каждый сотрудник А, ну, то есть это то, что он покупал Да, то, что он скупал от акции Там крыша обвалилась, здесь Крыша обвалилась, хотя я постоянно Об этом делаю замечание Ау-Пику, что давайте что-то делать Я готов там Какие-то деньги вложить Но вы, без вашего разрешения Я же не могу вообще на этом здании Ничего нет Так оно нам не принадлежит никак в аренду Мы ждем утверждение охранного обязательства Там стоит наше оборудование Мы были заинтересованы Как только будет утверждено охранное обязательство Установленное в форме, все будет производиться В соответствии с требованиями закона Мы не можем нарушать Действующее законодательство Ответственность предусмотрена за это А это сейчас получается не лечейный, да, корпус? Это Российская Федерация, это наша Собственно, вся УИПика Но коллизия заключается в том То, что там оборудование Которое принадлежит АИНу Не АИНу, а Вакрусу Хорошо И оно находится в тех корпусах Которые ему Он не имеет на них права владения Он входит в них Он входит в них И, собственно, уничтожает это оборудование Пусть оно там даже и его Предположим по этим документам Которые являются предметами охраны Потому что предмет охраны не утвержден А вы самопроизвольно Я произвольно Ремонт Ремонт Незаконно занятым вам помещение Хорошо В каком ремонт? Где ремонт? Уже решение суда есть Давайте, мы просто постоянно уже об этом говорим Ну ремонт какой ремонт? Кровь вы отремонтировали Вы сами об этом говорите Вот в этом вкладе готового сырья Литер И, который у вас есть решение Вам только шифер поменяли Вы говорили, что вы стропила поменяли Нет, стропила мы не трогали Да даже шифер, там конструктив В любом случае ничего не трогали Вам просто очень повезло, что ничего не случилось Никакого поведения не было Мы спасали, потому что там лежала готовая продукция И все это приходило в негодность Замочили, и все сгнило, и выкидывали Поэтому решили, поменяли только шифер Больше ничего мы не делали Вот прямо корпус, который стоит Вот посмотрите на него, там бетонные эти перекрытия Там поменяли рубероид, тоже все затекало Как сохранять дело? Я понимаю, но вы поймите, что нельзя делать Росимущество, мы обращались Нельзя делать, нужен проект соответствующий Должен быть авторский надзор Мы ничего не меняли, мы только спасали от дождей Арендовать можно, а ремонтировать нельзя? Нельзя делать это без согласования Понимаете, это не просто ремонтировать Разработать проект А вы пытались согласовать? Ну а как же, а как же без этого, без этого, да Росимущество, мы обращались, они сказали, что ремонтируйте То конструкцию не трогайте Мы не трогали конструкцию, только меняли вот там рубероид Здесь вообще неуполномочено давать какие-то разрешения Это только... Ну, у нас договор был с ними заключен Если бы, что мы ничего там не сделали, но такая картина была и там Федор Леонидович И как спасать это было? Вы же поймите, мы прекрасно понимаем свое ответственное слово Прекрасное ее понимание Вы не думаете, что тут все будет, как вы говорите, по кирпичикам Мы проводим проверку по факту поступления в наш адрес Заявление о совершении административного правонарушения Указанное заявление направлено Агентством по управлению Используемой памятников истории и культуры Российской Федерации Филиал по Северо-Западному федеральному округу Проверка проводится в рамках возбужденного дела о административном правонарушении В основной части 3 статьи 7.13 Выводы о наличии или отсутствии событий административного правонарушения Будут сделаны по результатам проведения административного расследования Установленный срок месяц к законам Соответственно, дело возбуждено 9 декабря 2020 года В рамках проведения проверки по факту поступления обращения Предусмотрено составление протокола осмотра территорий И помещений, принадлежащих юридическому лицу На сегодняшний день с вами заключен, как по нашей информации Договор о аренде помещений на Льно-Джутовой фабрике Вместе с этим, я так предполагаю, здесь присутствуют представители собственных объектов недвижимости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушка, скажите, вам нравится это производство? Нравится Нравится? Да Скажите, вам производство нравится? Да, очень Вот есть предпосылка, что его закроют Как вы думаете, правильно это или нет? Неправильно Надо дать людям работать Молодежь еще найдет работу Пенсионеры У нас много пенсионеров Которых встречает здесь 12 тысяч Их надо проживать И они потому и работают Я считаю, что не надо закрывать Надо дать, но спокойно работать Никто не мешает восстанавливать здания Которые, ну, как бы, стоят разручки Пускай восстанавливают Ну, хотя бы вот эту аренду нам оставят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот на данный момент вы видите какие-то нарушения? Пока вот смотрите Конечно, станки вывозятся Проникают в чужую собственность А, ну, а, да, если они вывозятся То, в принципе, эти станки имеют какую-то историческую ценность? Конечно, конечно Это же основное стекновение Что по проекту историко-культурной экспертизы Они являются предметами охраны От представительных комитетов культуры А, то есть и уже проведена экспертиза Что они именно историческое значение? Да, он утверждается сейчас В установленной форме этот проект По 1980-й год выпуска станков вас не спущает Это имеет ценность для... Я же говорю, я каждый станок вот прям конкретный У меня нету понимания Оборудование, которое сейчас в поле в стороны Располагается в том числе и в этом красном церковке Нюанс один Этот корпус официально не арендован То есть это государственная собственность Но само предприятие заверяет, что станки у них в собственности Причем это не историческое оборудование А примерно 80-е годы выпуска Действительно, нас очень беспокоит Вся эта ситуация, связанная с фабрикой Вызвана тем, что буквально недавно Комитетом Федеральным агентством по управлению Памятками культуры Вернее территориальных подразделений, которые находятся в Петербурге Было выдано описание арендатору фабрики 28 декабря покинуть территорию фабрики В связи с тем, что с ним будет прекращен договор аренды Соответственно, мы прекрасно понимаем, что Это приведет к тому, что предприятие просто исчезнет Порядка 100 человек, которые работают на данном предприятии Потеряют работу, потеряют средства существования И это все произойдет накануне Нового года Вот, это первая такая проблема И вторая проблема нам будет связана с тем, что Территория фабрики, естественно, как мы знаем Как находится память федерального значения Останется без охраны и за новогодние праздники Соответственно, будет разграблено И вот эта проблема нас тоже очень беспокоит на сегодняшний момент Значит, мы внимательно изучили эту претензию, которая была выписана арендатору И по своей сути, в большей степени, она адресована самому федеральному агентству, нежели арендатору Потому как все претензии, описанные в надлежащем содержании объектов Они направлены непосредственно этому агентству, которое недобросовестно исполняет свои обязанности На сегодняшний момент, мы это прекрасно понимаем, фабрика арендуется, одна шестая часть этой фабрики арендуется ООО «Акрус» И на сегодняшний момент за 30 лет аренды, арендные платы составили порядка 90 миллионов рублей И ни копейки за эти деньги почему-то не вернулись сюда на восстановление данных объектов Действительно, это вызывает огромный вопрос, чем занималось это агентство управления памятниками много лет И почему должным образом не относилось к сохранению культурного наследия, федерального значения Все претензии, которые там выставлены, которые дали срок месяц данного устранения, вообще реальность? Ну, сроки даны заранее, нереальные, 30 дней, причем до этого никаких подписаний данному учреждению выписано не было 30 дней на выполнение замечаний, которые, ну, действительно, если подойти серьезно к этому вопросу, это годами нужно Поэтому мы прекрасно понимаем, что здесь указаны были нереальные сроки Ну и, соответственно, в последних сроках было написано 28 декабря прибыть на рассажение договора Но только глупость такая вполне, что мы здесь не видим нигде, что какой-то мусор валялся, наконец-то Значит, слышишь, что штукатурка на зданиях осыпалась там и так далее Но эти здания не находятся в его управлении, у него только вот один цех, то есть, еще раз повторюсь, 1,6 территории Вот, это все находится в ведении в оперативном управлении, агентство управления памятниками Почему они свои объекты содержат в таком состоянии? Тут можно сказать огромное спасибо, в том числе арендатору, что за эти 30 лет он организовал охрану Всего этого объекта, то есть, мы здесь видим, да, колючая проволока, здесь стоит охрана, диссимуляционный комплекс То есть, не дал возможности расхитить, там, разорить это все Хотя, 1,6 он арендует, то есть, он на протяжении многих лет охранял то, что принадлежит пусыку Да, посыл такой и есть Да, то есть, если не проверяется, да, это как раз Понимаете, в том-то и дело, что создается среда, поэтому я о чем начал говорить Получается, 24 ноября направлена претензия арендатора, что у него все плохо А 28 сентября выходит статья о том, что с руководителем УПИКа достигнута договоренность Что эти объекты уйдут, ну, если считать на этот срок, уйдут к тому фонду Причем безвозмездно Ну, там очень странная трактовка идет, то есть, что мы договорились о том, что мы сейчас выгоним Уже Уже То есть, ну, за два месяца до того, как направлена претензия То есть, получается, договорились, а дальше начали искать формальные признаки Ну, давайте так говорить Я примерно понимаю, то есть, любой объект строительства, если взять стоимость единицы, да То есть, ну, грубо говоря, какие-то работы один миллион нужен То, когда это касается объектов культурного наследия, то коэффициент берется 1,7-2,7 в зависимости от, ну, самого объекта Ну, вот давайте представим, да, то есть, сколько нужно денег, чтобы вот это все содержать Опять же, арендатор не имеет права это делать Это обязанность, это не право даже, это обязанность собственника И правильно, когда Виктор Михайлович говорит, что единицы, такие огромные деньги за весь период заплачены за аренду, а где они? Меня зовут Юрий Черегович, я начальник сектора судебного административного производства Департамента государственной охраны, сохранение и использование и производство государственной поляризации И использование объектов культурного наследия Комитета по культурной городской области Расскажите про сегодняшний осмотр, не проверка Что конкретно смотрели и что выявили? Значит, мы на сегодняшний день проводили, осуществляли, точнее, процессуальные действия в рамках административного расследования Данное помещение, которое предполагает составление протокола осмотра места территории, точнее помещения, принадлежащих юридическому лицу Данное помещение, собственно, является Российская Федерация Присутствие представителя Федерального агентства по управлению использованием памятников истории и культуры За которым закреплены данные здания на праве оперативного управления Также юридическое лицо ООО «Вакрос» владеет данными объектами на праве аренды Соответственно, по результатам осмотра корпуса, не корпуса, а литеров А и Б Установлено, что действительно есть следы производства работ по разборке инженерного оборудования станков Также фиксировано, что на прилегающей территории указаны разобранные станки и складируются И, в принципе, это все отражено в составленном протоколе Далее необходимо осуществить иные популяционные действия В том числе, скорее всего, возникнет необходимость назначения экспертизы Как, собственно, на рейтах предъявляющих оборудования Что не доставляет самоисторической тяности? Не могу сказать, я как бы затрудняюсь Тут надо полностью, в принципе, совокупность обстоятельств изучать И данную оценку должен сделать эксперт Я, к сожалению, ну вот как бы сложно сказать То есть есть определенный состав административных правонарушений Для того, чтобы какое-то событие было совершено Необходимо в данном случае, в данной ситуации мнение экспертов Потому что объект является выявленным объектом У него еще статуса и категории нет Угу Насколько я знаю, это довольно давно у него этот статус, да, выявленного объекта культурного наследия? На тех 33 года Сколько живут только так? Да А когда этот статус закончится? Есть ли какие-то у нас... Перспективы? Да Перспективы есть Какие? Ну, экспертиза проведена То есть комитет по культуре Неградской области исполнил свою функцию Он обеспечил проведение государственной истории культурной экспертизы По имеющейся информации статус данного объекта Он предполагается к включению в качестве федерального значения Соответственно, необходимые материалы были направлены в Министерство культуры и Российской Федерации Потому что мое структурное подразделение не отвечает за вопросы, связанные с процедурами выявления объектов культурного наследия В общем, именно такой вопрос Если сейчас все-таки будет разорван договор о срочной аренде И отсюда арендатор, собственно, в конце декабря уедет Что дальше будет происходить вообще со всей этой территории? Ну, вопросами имущества мы тоже не ведаем Мы как здесь представители органов охраны То есть, как ранее было указано, что указанные помещения и здания сооружения не являются собственностью Нинградской области Поэтому спор между собственником и арендатором это плоскость гражданского законодательства И в данном случае у нас по данному вопросу в комментариях быть не может То есть, мы надзираем всего лишь за сохранность И за соблюдением нужных законодательства государственной охраны Объект культурного наследия А сохранность его кто будет обеспечивать, когда отсюда все съедут? Федерация Российская Собственность Российской Федерации Скажите, ну как вы видите, самое оптимальное решение Вот по вашему мнению, какое может быть оптимальное вот в этой ситуации? Оптимальное решение Соблюдение заключается в том, чтобы непосредственно само агентство В чем ведение оперативного управления находится данный памятник Повернулось к нему лицом, во-первых Во-первых, провело определенные работы, направленные на то, чтобы в дальнейшем исключить разрушение этого памятника Значит, в части касающиеся арендатора, я считаю, что аренду расторгать Договор аренды расторгать никакого случая нельзя Конечно же, есть у арендатора определенные обязанности Вот, есть замечания Я считаю, что необходимо дать более реальные сроки для устранения данных замечаний Необходимо, соответственно, арендатору, в том числе, подать заявку Комитет по культуре Ленинградской области Что он уже сделал для выдачи ему архитектурного задания На восстановление объектов, которые он арендует сегодня Ну и, соответственно, продолжать работать в фабрике по ее прямому назначению Ваше мнение вообще по данному объекту? Ну, на сегодняшний день направлены претензии со стороны собственника этого объекта Агентству по управлению объектами культурного наследия О том, что арендаторам компании «Варкус» не соблюдаются правила договора Не соблюдаются те требования, которые там прописаны И в месячный срок компании необходимо устранить все замечания, прописанные в данной претензии Мы внимательно ее изучили И наше мнение, что в 30-дневный срок те пункты, те замечания, которые есть Ну, их просто физически невозможно устранить Поскольку есть нормативные сроки у той или иной процедуры, которая там прописана На мой взгляд, здесь необходимо находить компромиссное решение без участия судебных органов Для того, чтобы дать возможность арендатору устранить все замечания, написанные в этом претензии Для того, чтобы предприятие сохранило первое свое место, второе – сохранило коллектив и продолжило свою деятельность Арендатор исправно платит арендную плату Арендатор охраняет объекты, причем не только свои арендованные корпуса, но и все остальные корпуса, которые находятся на территории фабрики Осуществляет его сохранность, но и является налогоплательщиком нашего города И мы категорически против такого силового решения данной проблемы Насколько я знаю, что арендатор сейчас подготовил свой ответ на данную претензию И, в общем-то, четко предлагает найти возможность устранить те замечания, которые на сегодняшний день есть Меня больше беспокоит то, что, скажем так, еще не приняв никаких решений, уже вокруг этой фабрики строятся какие-то планы В частности, фондом Штигрица уже в некоторых средствах массовой информации Прошла уже эта новость о том, что они заявляются на какой-то грант И что они там хотят сделать и бассейн, и апартаменты, и прогулочную зону, и туристический маршрут Но при этом сумма прозвучала 6,5 миллионов Мы прекрасно понимаем, да, мы практики, а не теоретики И мы прекрасно понимаем, что тех средств, которые они там заявляют Их будет категорически недостаточно даже на то, чтобы провести какие-то первоочередные противоаварийные работы Поскольку это объекты культурного наследия И там требуется необходимая квалификация тех компаний, которые будут эти работы производить Поэтому мы сейчас свою позицию четко высказали Мы против закрытия предприятия Мы за то, чтобы и собственник, и арендатор нашли компромиссное решение И предприятие продолжило работу с учетом новых договоренностей Какие претензии? Основные претензии, конечно, это состояние самих зданий, корпусов фабрики Но я могу вам сказать, я буквально недавно был на фабрике И те корпуса, которые находятся в аренде Они в более лучшем состоянии, поскольку они обслуживаются Чем те корпуса, которые стоят пустые Где собственник не проводил никаких противоаварийных или реставрационных работ Имея аренную плату в 2,6 миллионов рублей Эти деньги не возвращались в этот объект Они не вкладывались И то, что он на сегодняшний день охранял за счет своей компании За свой счет Это большой плюс Он снял эту финансовую нагрузку с собственника, с агентства Поэтому основные нарушения То, что я прочитал Претензии не вывозится, мусор сжигается Во-первых, это ничем не подтверждено Во-вторых, есть договор на вывоз ТБО Есть график вывоза ТБО Если график нарушается То будет выставляться претензия непосредственно перевозчику У нас единый рекоператор Который все это дело координирует Больше существенных То есть нам через суд были поменены корпуса Которые не соответствовали договору То есть он занимал один корпус Через суд они решили, что это не литера А Литера Б, к примеру Он должен найти помещение освободить Ну, как бы он готов это сделать Если в договор внесут альтернативные какие-то помещения по площади Потому что есть производственный цикл Который необходим, набор помещений и всего остального Никаких перепланировок Никаких арендатор чем мог Тем поддерживал состояние зданий, сооружений Где-то кровлю ремонтировал Потому что собственнику не надо было ничего КОНЕЦ 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 КОНЕЦ